Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. Медленно, но уверенно, криптомания начинает набирать обороты. Столько всего происходит, что если сложить пазл вместе, вырисовывается очень интересная картина. Похоже, что мы находимся очень близко к той фазе крипторынка, которая называется мания. То есть, та фаза, когда все сходят с ума по криптовалюте. Я знаю из-за того, что за последнюю неделю цена биткоина упала, многие явно этого не чувствуют. Но давай посмотрим на то, что происходит на фоне, прямо сейчас. Я сделаю свой вывод и озвучу его, а ты сделаешь свой и напишешь его в комментариях. Массовое принятие не за горами, если посмотреть на вещи чуть более глобально. Кстати говоря, YouTube взял и убрал дизлайки. Как будто чего-то не хватает, да? Не знаю, может кому-то такое новшество и понравится. Ну да ладно, давай начнем с этого графика. Однажды мы его уже обсуждали. По моему мнению, это сейчас самый важный график в криптовалюте, пишет Ларк Дэвис. И я с ним полностью согласен. Если ты когда-то думал о том, что произойдет с криптовалютой спустя несколько лет, этот график даст тебе ответ. Здесь мы видим две кривые принятия технологии. Технологии интернета и технологии криптовалюты. Белая линия – это принятие интернета. Конкретнее – рост количества пользователей интернета с 1992 по 2006 годы. Оранжевая же линия – это принятие криптовалюты. Конкретнее – рост количества пользователей криптовалюты с момента ее создания 11 лет назад до 2021 года. Штрих-пунктиром обозначен ориентировочный прогноз на основе динамики роста сейчас. Мы видим, что рост пользователей крипты происходит быстрее, чем интернета. Напомню, что в период с 1992 по 2006 интернет стал самой быстро растущей когда-либо существовавшей технологией в истории человечества. Кстати, спасибо интернету за то, что теперь криптовалюта может побить его рекорд. Исходя из этого графика, криптовалютами сейчас пользуется около 300-350 миллионов человек. Однако, к 2030-му эта цифра будет составлять 3,7 миллиарда. То есть количество пользователей криптовалюты тогда вырастет в 10 раз по сравнению с сегодняшним днем. И тогда криптовалюта наконец-то станет скучной. Волатильность будет низкой, больше никаких массовых просадок и таких же сумасшедших иксов. Хотя, безусловно, и тогда наверняка будут появляться возможности на сотни иксов. Исходя из этого, возникает вопрос, а когда же лучше всего находиться в криптовалюте? Ответ очень простой. В прошлом году. Да, заходить в крипту надо было в прошлом году. Именно так можно ответить и в 2022, и в 2023, и в любом другом году. Лучшее время для того, чтобы зайти в криптовалюту, было в прошлом году. Этот ответ будет всегда актуален. Конечно, люди, покупающие сейчас биткоин или эфириум, не заработают такие же огромные иксы, какие дала Shiba Inu, Sandbox или Axie Infinity, но возможности все равно большие. Ведь до 2030 года 3,4 миллиарда пользователей добавятся в криптовалютную экономику. И куда они придут прежде всего? Конечно же, в биткоин и эфириум, а затем уже в другие криптовалюты. Это будет полнейшее сумасшествие, это будет мега принятие, и я думаю, что вот этот график не только самый важный для криптовалюты, как отметил Ларк Дэвис, но и самый важный для твоей жизни. Может быть, это возможность всей твоей жизни? Конечно, это не значит, что рынок будет расти вертикально вверх, нет, он будет волатильным. Мы увидим и взлеты, и падения, как же без этого? Однако на длинной дистанции это, безусловно, отлично для криптовалюты. Если возьмем дистанцию покороче, мы можем увидеть целый ряд историй, которые указывают на то, что криптовалютная мания постепенно назревает в мире. Например, такая статистика. 16% американцев купили криптовалюту, а 4 из 5 американцев слышали хотя бы раз о ней. На самом деле, в разных странах статистика разная, в некоторых это едва ли 1%, кто инвестировал в криптовалюты, в других 5%, в штатах, например, 16%. Поэтому, если брать во внимание кривую принятия, которая выглядит вот так, мы, скорее всего, находимся еще в этой фазе ранних последователей, которая уже подходит к своему концу. Эти 16% США превратятся в 60-70%, когда мы перейдем в эту третью фазу, которая называется ранним большинством. Почему? Потому что подростки будут играть в криптоигры и зарабатывать за это токены. Взрослые будут платить онлайн с помощью криптовалюты. Они будут покупать биткоины в приложении PayPal или AppCash. Возможно, мы даже увидим, как люди будут выходить на пенсию с помощью криптовалютных пенсионных фондов. 22 октября этого года пенсионный фонд техасских пожарных инвестировал в биткоин и эфириум. Мы видим, что первые шаги на встречу этому будущему уже делаются. Хочу обратить твое внимание на следующий график, которым поделился React Capital. Он говорит, что биткоин уже пережил свою первую распродажу в мае этого года. И сейчас главная криптовалюта готовится перейти в фазу мании. Да, как мы видим, эта распродажа в мае была где-то вот здесь. На самом ее дне мы слышали прогнозы о том, что биткоин упадет до 13 тысяч долларов. Десяти, кто-то даже говорил, 5 тысяч долларов. Однако мы этого не увидели, мы увидели отскок. Это и было вот этой медвежьей ловушкой, Bear Trap. Что же происходит дальше? Внимание СМИ, энтузиазм, жадность, эйфория и blow of top. Так называемая взрывная вершина, которая обычно предзнаменует собой начало нового медвежьего цикла. А медвежий рынок, как мы знаем, это отличная возможность для того, чтобы накопить больше криптовалюты. И затем после этого все повторяется снова. Итак, посмотрели с тобой долго и среднесрочные перспективы для криптовалюты, теперь давай перейдем в наше время. Ведь сейчас очень много событий, которые связаны с музыкантами, спортсменами, знаменитостями, которые начинают активно рекламировать криптовалюты. Например, Джимми Феллон, чей твиттер-аккаунт ты наблюдаешь прямо сейчас. Это американский комик, у которого полсотни миллионов подписчиков. Что он сделал недавно? Он хвастается тем, что купил NFT Boat Ape Yacht Club. Неплохая такая покупочка, ведь эти NFT сейчас на пике хайпа и они стоят как минимум 250 тысяч долларов. Соответственно, многие знаменитости покупают их и хвастаются ими у себя в твиттере, рекламируя NFT на свои большие многомиллионные аудитории. И результат этого пиара уже можно наблюдать в гугл-трендах, которые для NFT находятся на своих исторических пиках за 12 месяцев и тем более за 5 лет. Как мы видим, они абсолютно сходят с ума. Кстати, интересно, что NFT популярнее всего в Китае почему-то. И для сравнения, биткоин, который не то что бьет свои рекорды, но даже не дотягивает до отметок мая и тем более 2017 года. Прикинь, биткоин был популярнее в гугл-трендах в 2017 году, чем в 2021. Хотя, казалось бы, он так сильно вырос. Люди должны были заинтересоваться. NFT пока что интереснее. Так что NFT просто сходят с ума. И это открытые двери для людей, которые позволят им инвестировать в криптовалюту, даже если они этого не хотят. Почему? Потому что, чтобы купить NFT, в частности, тот же BoatApe Яхт Клаб, нужно скачать Ethereum кошелек, например, MyEtherWallet, купить Ethereum и затем уже купить NFT BoatApe. Это, безусловно, влияет на развитие принятия Эфириума. Это с точки зрения инвестиций. Но также NFT дают способ развлечения. Люди хотят развлекаться. Им нужны хлеб и зрелища. NFT-игры, метавселенная, NFT-искусство, игры, за которые ты можешь получать криптовалюту. Это все развлечение, которое заставляет людей использовать эту технологию, потому что это просто-напросто приносит им удовольствие, а иногда даже деньги. Бургер Кинг. Наверное, в представлении не нуждается. Это глобальная сеть быстрого питания, которая есть практически в любом большом городе. И знаешь, что они делают прямо сейчас? Если полистать их в Twitter, можно найти вот такую рекламу для криптовалюты. Да, они рекламируют крипту. Суть этой рекламы состоит в том, что они объясняют, что такое криптовалюта простым языком, используя картошку фри и луковые кольца. Они делают огромную рекламу криптовалюты. Бургер Кинг даже вел какую-то акцию за пользование их приложением. У тебя появляется шанс получить криптовалюту, если ты являешься пользователем их приложения. Массивнейшее продвижение криптовалюты в человеческие массы. Это просто сумасшествие. Внимание средств массовой информации начинает бешено расти. Также PayPal объявил о новом приложении, что даст больше способов людям исследовать криптовалютное пространство. Это покупка, продажа и хранение криптовалюты, а также расчеты в криптовалюте с миллионами продавцов, что сотрудничают с PayPal. PayPal также имеет аудиторию пользователей в 180 миллионов человек. PayPal не только интересуется криптовалютой, но и двигается дальше, создавая новые продукты для этой же криптовалюты. Вот, кстати, и их новое приложение, которое можно скачать уже сейчас на свой мобильный кошелек с помощью вот этого штрих-кода. Приложение от таких финансовых гигантов, как PayPal, это отличный и простой способ зайти в криптовалюту. Большинство людей просто-напросто не понимают всех этих технических сложностей. Им нужно что-то простое, чтобы ты зашел, ввел свои данные, купил и забыл. Поэтому, чем больше компаний будут предлагать такие интуитивно понятные и простые способы, тем больше людей в итоге придет на этот рынок. Это очевидно. Но на этом массовая реклама криптовалюты не заканчивается. Дальше происходят совершенно какие-то сумасшедшие вещи, которые стоят сотни миллионов долларов. Так, например, криптовалютная биржа Crypto.com купила права на название Lakers Stakeless Center, который находится в центре Лос-Анджелеса. Сделка обошлась криптокому в 700 миллионов долларов. Зачем же они потратили такие деньги, чтобы в следующем месяце переименовать эту арену в криптоком? В центре Лос-Анджелеса уже в декабре будет красоваться огромнейшее название криптовалютной биржи. Как тебе такое продвижение? 700 миллионов долларов за то, чтобы переименовать большой центр в центре Лос-Анджелеса. Однако, криптоком делает это уже не впервые. Они уже покупали права на то, чтобы их название красовалось на всяких знаменитостях, например, на игроках клуба PSG, футбольного клуба, или же на форме бойцов UFC, или же на капоте машины Формулы-1, или же, например, на целом футбольном стадионе. И теперь еще и арена в Лос-Анджелесе будет носить имя Crypto.com. Безумные масштабы рекламы, и это уже приносит свои плоды. Ведь если мы посмотрим на рейтинг приложений в Google Play, именно для США, то увидим, что на первом месте находится Crypto.com. При этом они в названии написали не только «Купи биткоин», но и «Шибаину» почему-то. Решили так забайтить пользователей. На шестом месте мы видим Cash App. Кстати говоря, это приложение, которое тоже позволяет покупать биткоин. Это приложение принадлежит компании Square, создателем которой является создатель Твиттера, Джек Дорси. Последняя тема этого видео. Слышал, что происходит с турецкой лирой. Она пережила обвал обменного курса. Доллар по отношению к турецкой лире сегодня вырос на 14%. Ты только посмотри на этот памп. Почему это интересно нам, как криптохолдерам? Потому что на этом фоне биткоин обновил свой исторический пик по отношению к турецкой лире. Турецкий народ видит в биткоине способ защиты своих сбережений от обесценивания национальных валют. Еще один намек на то, что будет происходить в ближайшие 10 лет по всему миру повсеместно. Напомню, что доллар США, например, увеличил свое предложение на 40% всего лишь за один год. Но не только доллар США, остальные фиатные криптовалюты тоже. Япония, Великобритания, все они печатают деньги. Россия, Украина тоже. Так, например, в России напечатали за 2020 год тонны купюр. Тем самым увеличили денежную массу рубля на 14% за один год. То есть на каждые 100 рублей в обращении они напечатали еще 14 рублей. Поэтому, скорее всего, в ближайшие 10 лет биткоин будет обновлять свои пики не только по отношению к турецкой лире, но и по отношению к другим национальным фиатным валютам. Очень-очень интересные вещи происходят, и те, кто намеренно игнорирует криптовалюты сейчас... Кто вы такие вообще? Как это можно делать? 3,4 миллиарда человек за 10 лет. Вот на сколько увеличится количество пользователей криптовалюты. Что с ней будет после этого? Ну, что с ней будет? Как ты думаешь? Меня зовут Богатей Шиди. Подписывайся на канал. Телеграмм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями. Комментируй обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok